17 ноября 2018 года в экономической столице Кот-де-Вуара, городе Абиджан, прошла международная конференция компании Skyway Capital. Это вторая по счету конференция, которую компания Skyway Capital провела в этом месяце в африканском регионе. Мероприятие проходило в комфортабельном конференц-зале отеля Redison Blue и собрало около 600 гостей. Кот-де-Вуар – государство в Западной Африке на побережье Гвинейского залива. Экономика этой страны более развита, чем у большинства других стран тропической Африки, и на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый экономический рост. Кот-де-Вуар является экспортером натурального каучука, пальмового масла, кофе-робусто, а по сбору какао-бобов занимает первое место в мире. Также в стране развита горнодобывающая промышленность, ведется добыча алмазов и золота. Несмотря на попытки правительства разнообразить экономику, она все еще сильно зависит от сельского хозяйства и сопутствующих отраслей, которые дают работу более 68% населения страны. Процесс развития Кот-де-Вуара, как и всех стран Африки, основан на эксплуатации природных ресурсов. Однако такая экономическая схема развития приводит к разрушению окружающей среды. Кот-де-Вуар активно вырубает и продает свой лес в Китай. За 30 лет уничтожена треть лесов. В большинстве государств, особенно в центральной части, проезды являются настоящими дорогами смерти. Здесь зачастую нет асфальтированных трасс, и дорогу можно найти только по оставленным предыдущими путешественникам колея. Даже асфальтированные дороги, как правило, узкие и имеют глубокие и обрывистые обочины, на которых нередко можно увидеть останки съехавших транспортных средств. Иногда дороги в Африке просто заканчиваются джунглями или бездорожьем. Африканские страны пытаются улучшить транспортное сообщение между собой, в первую очередь для обеспечения доставки грузов. Построен целый ряд трансафриканских магистралей, которые соединяют между собой несколько соседних стран. Такой, к примеру, является транссахарская автомагистраль, проходящая из Египта в Сенегал. Однако единой системы, которая сделала бы перемещение по всему континенту удобным и безопасным, пока не создана. Именно поэтому тема конференции, проводимой представителями компании Skyway Capital, была так актуальна и собрала большое количество желающих услышать о технологии Skyway и о возможностях, которые она открывает не только для Кот-де-Вуара, но и для всего континента в целом. Компанию Skyway Capital на мероприятии представляли Алексей Суходоев и Владислав Волков. Подготовкой встречи занимались партнеры – Жиль Вибер и Октав Асокба. За день до конференции состоялась встреча с ВИП-инвесторами, чиновниками из Министерства благосостояния и Министерства транспорта. Наибольший интерес на этой встрече был проявлен к портовым перевозкам и грузовому направлению. 17 ноября в конференц-зале отеля Redison Blue собравшиеся гости и партнеры компании Skyway Capital с большим интересом восприняли информацию об инновационной транспортной системе Skyway. Владислав Волков выступил с технико-экономическим обоснованием технологии Skyway. Алексей Суходоев, в свою очередь, рассказал о перспективах, которые открывает струнный транспорт Юницкого для Код-де-Вуара. Огромное количество инвесторов заинтересовалось технологией. Всем присутствующим в зале очень понравилась экологическая составляющая проекта. Код-де-Вуар активно использует свои природные ресурсы для роста экономики, но эти модели экономического развития очень дорого обходятся для природы. В качестве примера можно привести данные ООН, согласно которым между 1981 и 2005 годами мировой ВВП вырос более чем вдвое, но это произошло за счет деградации более 60% экосистем. То, что технология Skyway не нарушает экологию, явилось очень важным звеном для жителей этой страны. Завершилась встреча ответами на вопросы и добрыми пожеланиями. Конференция привлекла ряд СМИ и телевидения. В репортаже телеканала «Африка-24» представители Skyway Capital рассказали о технологии и ответили на ряд вопросов. Достойную компанию представляли достойные люди. Выражаем огромную благодарность за проделанную работу Алексею Суходоеву, Владиславу Волкову, Жилю Веберу и Октаву Особе. Задачи, с которыми они приехали в Код-Дуар, успешно выполнены. Произошло повышение притока инвестиций из этого региона. Адресный проект с пассажиропотоком «20 тысяч пассажиров в сутки» находится в работе. Технология Skyway начала свое успешное шествие по миру. Закончились встречи в Африке. Впереди конференции во Вьетнаме. Ведется строительство в Объединенных Арабских Эмиратах. А многочисленные делегации из разных уголков мира едут в Республику Беларусь, чтобы посетить Эко-технопарк и увидеть своими глазами технологию, которая уже владеет умами миллионов людей. Работы для сотрудников компании Skyway Capital будет становиться все больше. Но что может быть лучше, чем нести в мир добро? Строй Skyway. Спасай планету. Продолжение следует... Продолжение следует...